Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте, всех приветствуем. Здравствуй, Алексей. Мы рады всех приветствовать на презентации новой версии Bittrex24. Очень волнительная какая-то презентация получается сегодня. Больше 8 тысяч человек смотрят нас в онлайне. Это по-моему рекорд за все время. Да, это рекордное число. Большое внимание. Мы знаем, что наши партнеры очень часто подключают экран телевизора в офисах. На всю компанию. И всей компанией смотрят презентацию. Приветствуем вас и начинаем презентацию Bittrex24. Итак. Как обычно, мы принимаем ваши вопросы, на которые будем отвечать в конце презентации. Задавайте, пожалуйста, их в наших группах в соцсетях, в группах 1SBittrex, ВКонтакте и на Facebook. Помечайте тагом Bittrex24. Я уже посмотрел внимательно. Некоторые вопросы уже поступили. И очень приятно осознавать, что на многие из них мы дадим ответы в рамках текущей презентации. Bittrex24 для тех, кто к нам только присоединился, собирает самые популярные инструменты, которые могут потребоваться компании. Задачи, социальную сеть, видеозвонки, мгновенные сообщения, документы. Все, что меняет компанию. Мы хотим собрать это, собрать и создать новое качество и объединить компанию. Дать им возможность работать в новом мире, в новом формате. Bittrex24 – это международный проект. Во многих странах есть наши клиенты, и мы для них делаем различные версии. Изначально мы запустились на русском языке в России, сделали украинскую локализацию. Английский язык, естественно, США и англоязычные страны. Германскую версию на немецком языке. И чуть позже была выпущена испаноязычная версия для пользователей в Испании и странах Латинской Америки. Вы знаете, локализация иногда задача достаточно сложная. Перевод на китайский потребовал перевода и смены аватарок, и смены имен, фамилий, и потребовал подключения новой валюты. Теперь Китай принимает в юанях, Индия принимает в рупиях, Бразилия принимает в реалах, а Евросоюз в евро. На самом деле появление Bitrix24EU связано с тем, что в Европе тоже есть законы о персональных данных. И эти сервера в этом домене размещаются в европейских дата-центрах. Мы решили запустить еще один проект, в котором визуализировать, где расположены наши клиенты. Наверное, в самое ближайшее время мы вам дадим онлайн-карту, на которой в реальном режиме времени будут появляться наши клиенты. И здесь, как мне сказали, 1.16, как-то они там один из блоков данных вывели на эту карту, но здесь представлены клиенты там, где они работают. Эта карта будет без сомнения интерактивной, вы сможете выбрать территорию, посмотреть, где расположены наши клиенты. И каждая из этих цифр, за ней стоит компания, которая работает с Bitrix24. Вот прямо сейчас, в реальном времени, это естественно динамическая карта, на ней можно медитировать. Италия, Северная Америка, острова, Бермудские острова, Южная Америка, Африка, Мадагаскар. Вы знаете, мы знали, что они по всему миру, но когда мы разместили все это на карте, это стало выглядеть как-то совершенно по-другому. Мадагаскар. Мы еще будем много раз произносить сегодня это слово. Вообще удивительно видеть, как в самых разных странах используют нас клиенты. Для тех, кто не знает, остров Кирибати. Ну, так как и я тоже вчера не знал об этом острове. Остров Кирибати, это значительно южнее Гавайев. А Гавайи, если кто не знает, это значительно южнее Соединенных Штатов. Ватикан. И там у нас есть коммерческие клиенты. Мы, конечно, далеки еще от мысли, что Папа Римский обсуждает существенные вопросы в Битрикс24, но... Чем... Всякое возможно. Всякое возможно, да. Мадагаскар. Много подбирали картинок, решили пока остановиться на этой. Удивительно посмотреть вообще на живых клиентов, на то, как они выглядят, как выглядят их здания. Вот эти все фотографии сделаны с Google Street View. Для того, чтобы взглянуть на наших клиентов и как-то визуализировать их. Ну вот, архиепистоска в Вене, есть мэрия города Хо Ши Мино в Вьетнаме, Oracle Team где-то в океане. Пришлось воспользоваться фотографией. Пришлось воспользоваться фотографией. Центральный банк Кении, Совет многопроизводителей Калифорнии, Центр развития бизнеса Кентукти по всему миру. По всему миру очень приятно смотреть на наших клиентов, наших пользователей Битрикс24. 800 тысяч компаний зарегистрированы в Битрикс24. У нас очень строгая мерка, кого мы считаем активным, 100 тысяч активных компаний. Среднее число компаний 60 сотрудников. И мы очень гордимся доступностью 99-98. Мы всей архитектурой, всей системой стараемся обеспечить непрерывность ведения бизнеса. Еще в начале года у нас всего было 4 дата-центра, 2 из которых размещались в США и 2 из которых размещались в Ирландии. В этом году 2 дата-центра открыто в России. И Битрикс24 домен.ру переехал в Россию. 2 дата-центра открыто в Германии. И туда переехали домены DE, EU и UA. Таким образом, сегодня география дата-центров – это 8 дата-центров, каждый из которых размещены в 4 странах. Все персональные данные российских пользователей размещены в России с 1 сентября, как того требует закон. Это была большая работа. Мы уложились в срок. И, собственно, с первого дня вступления в силу этого закона мы все храним, согласно ФЗ, внутри России. Все пересданные пользователей. Еще раз подчеркнем, что, скорее всего, это международная тенденция. И Европа сейчас активно и законами, и постановлениями Верховного суда требует размещения персональных данных граждан в своих странах. Мы очень внимательно относимся к тому, что мы можем узнать от пользователей. Мы проводим различные исследования, задаем вопросы различного рода для того, чтобы узнать, как Bittrex 24 меняет жизнь компании. Что изменилось? Какую ценность принесли? Что стало удобнее? Как жизнь изменилась? И мы нашли ответ на вопрос. Мы нашли вопрос. В чем сходство? Да, возник у нас вопрос. В чем сходство между Bittrex 24 и автомобилем? Удивительно, изменения происходят с компанией. Вначале, приходя к нам клиенты, чаще всего говорят о одной или двух проблемах. Теряется управляемость, нам хочется контроля исполнительной дисциплины. Или, например, теряем базу данных по пользователям, необходимо ее наполнять. Не хватает коммуникации, провисают связи. Одна или две проблемы, о которых сообщают люди. А уже через шесть месяцев они нам говорят совершенно о другом. И вы знаете, когда мы слушали эти отзывы, это стало так похоже на то, как люди отзываются про автомобиль. Обычно мы ведь все рационализируем себе и говорим, ну, мне машина нужна, чтобы ездить на работу. Ну, или на дачу. А уже через полгода все говорят, я не могу себе представить вообще больше жизни без автомобиля. Все изменилось, как-то жизнь моя изменилась. Со мной так было. Она мне нужна для всего. Да, теперь она становится составной частью тебя. И то же самое происходит с клиентами Bittrex 24. Они совершенно по-новому отзываются теперь о том, что их компания изменилась, что их образ коммуникации изменился, стиль изменился. До жизни изменилась. До жизни изменилась. Вы знаете, эти глубинные интервью, как их называют, принесли нам фантастические сюрпризы. Я всегда думал, что это шутки, когда говорят, я похудел на 30 килограмм. Но когда нам клиент в интервью говорит, что я раньше боялся ехать на работу. Каждый понедельник перед входом в мой кабинет всегда была толпа людей. Мне нужно было что-то решать, обсуждать какие-то вопросы. И всегда это был стресс. Они от меня всегда чего-то хотят. И люди всегда эти интервью заканчивались. А этот именно конкретно сказал, я похудел на 30 килограмм. Я стал заниматься спортом. Я вообще стал человеком. По-другому стал руководить своей компанией. Вообще это удивительные отзывы. И мы очень рады, что жизнь компании меняется. Ну что ж, теперь мы переходим непосредственно к презентации самого продукта. Четыре года. В общем, четвертый год мы представляем вам релизы. В этом году их два. Весенний и осенний релиз. И с этого релиза мы впервые решили давать им имена. В этот раз это Мадагаскар. Потому что там есть наши клиенты. Вы видели это на карте. Потому что нам понравилось название. И потому что таких стран... Итак, BITREX 24, Мадагаскар. Много всего нам предстоит вам показать. Я не буду сейчас все подробно перечислять. Я хотел бы отметить, что помимо того, что будет представлено в релизе, мы решили рискнуть и в завершении этого релиза представить вам, как мы его пока называем, секретный проект. На самом деле это стратегия. Мы хотим открыть стратегию развития компании на ближайший, наверное, год. Тот проект, который окажет очень существенное влияние на каждого из нас, на всех, кто пользуется BITREX 24. Но давайте начнем непосредственно по проекту. Итак, компания онлайн. Все меняется. Вот и здесь мы видим, что люди сидят в мессенджерах, отвечают на сообщения. Многие из вас, сидя в онлайне, отвечают на мгновенные сообщения. Я вот это изображение вижу в зеркале постоянно, каймим у него прохожу. Потому что телефон врос в руку, как и у многих людей просто в мире. И не только социальные сети, но мгновенные сообщения становятся очень любопытным мемом, с необычной идеей. 1,4 миллиарда пользователей фактически считают, что все, у кого будут смартфоны или телефоны, будут пользоваться мгновенными сообщениями. Поговаривают, что это интернет в интернете. И без сомнения есть необходимость и есть потребность у компании в использовании мгновенных сообщений внутри компании. У нас прекрасный инструментарий, чат, мгновенные сообщения, звонки, видеозвонки, которые включают в себя продукт бесплатно. И мы бы хотели вам представить дополнение для этого мессенджера и развитие концепции корпоративного мессенджера. Прежде чем переключиться непосредственно к ролику, я бы хотел сказать о двух развитиях концепции, которые случились. Первое – это появление так называемых общих чатов. Это чат, который предназначен для всей компании. И человеку нет необходимости в него вступать. Он всегда автоматически там находится. А вторая концепция – это открытые чаты. Что такое общий чат? После обновления BITREX24 у каждого из вас, в каждой компании появится общий чат, в который будут приписаны все сотрудники. И нельзя будет от него отписаться, но можно будет, конечно, отключить нотификации. И всей компании можно будет раскидать общее уведомление, обсудить какие-то вопросы, сообщить какую-то мгновенную информацию, которая необходима. И это очень простая и очень популярная на сегодняшний момент концепция. Общим чатом, конечно, можно пользоваться и на мобильных устройствах, и в диск-топ-приложениях, и в браузере. И еще раз подчеркну, общий чат для всех один. Но компаниям необходимо создавать так называемые тематические каналы, открытые каналы. И мы выпускаем открытые чаты, открытый канал, в котором вы можете создать, указать некую тематику, и пригласить, и дать возможность вашим сотрудникам вступать, подключаться к этому чату и участвовать в нем. Это еще одно концепция, развитие концепции вообще мессенджеров как таковых, и опять же ставшее очень популярным в корпоративной среде. Ну и завершающий, как бы групповой чат, как они говорят, это закрытые чаты. Еще раз подчеркну, общий чат для всех компаний, открытый чат. А за открытый чат вы выбираете, кто в нем участвует. Вы выбрали 10 человек, и только эти пользователи знают о существовании этого чата, мгновенно коммуницируют, они всегда на связи, вы всегда можете с ними обмениваться сообщениями и материалами. И по просьбам наших клиентов мы добавили возможность подключить весь отдел к чату. То есть вы можете создать закрытый чат, например, для отдела маркетинга. И новых сотрудников нет необходимости подключать, они автоматически будут находиться в мгновенном чате. Развивается концепция, развиваются интерфейсы. Появляется панель, которая будет присутствовать как на главной странице, так и на всех остальных страницах. Все сотрудники в онлайне, все сообщения, которые будут приходить, удивительный создается эффект, как бы присутствие внутри коллектива. Вы вроде бы в онлайне, но в то же время вы видите коллег, которые находятся в это же время на рабочем месте, на мобильных устройствах, с которыми вы можете общаться. Так выглядит новый чат для Bitrix24. Вы, кстати, обратили внимание на ссылки, которые разворачиваются и представляются теперь правильным образом. Это предпросмотр ссылок, да, то, что... Предпросмотр ссылок и в браузерах, и в мобильных устройствах. Ну и отдельно хотелось бы отметить развитие API для разработчиков. Сейчас мы предоставим REST API, верни, пожалуйста, на один слайд. Мы предоставим API для разработчиков для того, чтобы... Не вернем? Ну ничего. Мы предоставим API для разработчиков для того, чтобы можно было писать своих... Извини, пожалуйста. Для создания автоматических программ, которые могут разговаривать или давать какие-то данные в эти чаты, для развития другой бизнес-логики. То есть этот функционал можно еще и наращивать, да, с помощью, ну, как астонных разработок. Концепции чатов развиваются, становятся все популярнее, и все больше разных типов устройств включаются в этот процесс. Конкретно сейчас вот... Спасибо, Сергей. Надеюсь, мои слова не попали в его ответ. Я использовал Apple Watch для того, чтобы ответить Сергею, и мое сообщение появилось в онлайне. Таким образом, мы даем возможность использовать и переносные устройства, и отвечать непосредственно с мобильного телефона, не открывая приложение. То есть можно просто прямо в области нотификаций задвинуть, и здесь, не открывая приложение, дать ответ. Как это мы привыкли делать для SMS, ну, вот на iOS? Да, такая же примерно функция реализована здесь, наряду с поддержкой часов. Поддержка умных вещей для Bitrix24. Итак, мы завершили первую часть, которая связана с чатом и с мгновенными сообщениями. Пойдемте дальше к электронной почте. Электронная почта. Это кошмар. Электронная почта существует уже давно, и она явно совершенно переросла области своего применения. Да, очень многое, в ней удобно фактически только одно. Да, самое удобное, то, что она есть у очень многих. Она хорошо подходит для связи между компаниями, но не очень хорошо подходит для коммуникации внутри. Ну, я рассуждаю с точки зрения меня как пользователя. Да, вот это обычная картина, которая уже просто мем в интернете. Ре-ре, форвард, мем, ответ, там, и так далее, и так далее, и так далее. Да, мы все время добавляем получателей, получаем, соответственно, различные треды дискуссий, различные ветки обсуждения, которые, в конце концов, перестают пересекаться. Это сильно достает. Почта размазана по почтовым ящикам различных сотрудников. И, в конце концов, сколько можно, я уже отвечал на это с 15-17 писем назад. Это мы не утрируем, это так есть, вы знаете это в своем примере. Количество писем внутри компании на сотрудника постоянно растет. Но любопытный эффект, когда клиенты начинают пользоваться BITREX24, внутренние коммуникации уходят в облако. Они начинают осуществляться внутри BITREX24. И среднее число сообщений в месяц на компанию постоянно уменьшается. Мы вообще думали, что это число уйдет к нулю. Нет, это внешние получатели. Вот здесь вот через 6 месяцев примерно остается в основном взаимоотношение с внешними получателями, с внешними адресатами. 5-10 писем в день внешних обычно получает сотрудник в компании, в которых он участвует в переписках. И вообще внутренние коммуникации. Это очень большая, наверное, удача, что, собственно, живая лента, коммуникации, лайки забирают на себя все коммуникации внутри. Легко обсуждать, видны документы, видны ссылки. Но два сценария мы не закрывали. Первый сценарий. Вы хотели бы обсудить какое-то сообщение или какой-то вопрос с внешними участниками. И вам нужно инициировать обсуждение. Ну, два ваших сотрудника, а три внешних. В этом случае что приходилось делать? Ты переходишь в электронную почту и начинаешь набирать e-mail своих коллег, и набираешь e-mail пользователей и отправляешь письмо. Этот сценарий мы не закрывали. И второй сценарий. Вы получаете письмо, и что-то с ним хочется сделать. Хочется обсудить с коллегами, подключить участников, либо поставить себе задачу, не забыть что-нибудь сделать, или кому-то поставить задачу. И мы хотели решить и этот сценарий. Давайте посмотрим, каким образом можно справиться, например, с первым сценарием. Что мы предлагаем? Непосредственно в живой ленте вы пишете сообщение. Например, мы с коллегами хотим обсудить партнерскую конференцию. Вы подготовили сообщение, приложили документы. И вместо получателей, ну, в дополнение к своим коллегам, вы можете прямо в живой ленте указать e-mail тех, с кем бы вы хотели общаться. Вы указываете электронный адрес, второй электронный адрес, и отправляете сообщение непосредственно в живой ленте. И оно отправляется вашим коллегам, и оно отправляется вашим получателям. Каждый из них получит личное письмо, в котором он будет видеть текст вашего сообщения, как вы написали, и прямо в электронной почте он может ответить. Мой доклад, прикрепить документы. Одним словом, не возвращаясь. Он же не ваш сотрудник. Он просто отвечает, прикладывает документы и отправляет это сообщение, используя электронную почту. И оно появится в качестве комментария в вашей живой ленте. Только с тем текстом, который вам необходим, с тем файлом, который прикрепил вам пользователь. Все, мы решили очень простой сценарий. Мы научились коммуницировать непосредственно через живую ленту. Но если пользователь хотел бы как-то подетальнее, либо поактивнее участвовать в обсуждении, он может нажать на ссылку, и тогда он перейдет на публичную страницу, на которой ему не потребуется вводить логин-пароль. Потому что эта страница изготовлена специально для него, и это письмо с этой ссылкой подготовлено исключительно для него. И здесь в привычном формате, очень похожем на живую ленту, он может покоммуницировать, написать, прикрепить файлы, загрузить эти документы. Одним словом, выполнить все задачи, которые необходимы. Более того, он в реальном режиме времени будет видеть все остальные комментарии всех остальных участников. Очень простой сценарий. Надежный и безопасный. Е-мейлы индивидуальны для каждого. Ссылки индивидуальны для каждого. Защищены от индексации поисковиками. Разработан целый механизм защиты по активности. Я не буду сейчас детально погружаться в этот вопрос. Все получилось очень удобно. Я вообще мечтаю о моменте, когда я больше не буду выбираться из живой ленты. Кстати, база все время будет пополняться. Вы же указываете e-mail, и они наполняют ваш контакт. Сохраняются в контактах на Bitrix24. И так же, как сохраняется вся история переписки. Вот то, о чем я говорил, неудобства. Разные письма в разных почтовых ящиках разных пользователей. Теперь вся история переписки сохраняется и индексируется. И вы не просто внутри имеете интерфейс хорошего инструмента. Вы интерфейс хорошего инструмента предоставляете вашему адресату. Внешнему человеку, у которого нет пока Bitrix24. Когда мы экспериментировали с этим функционалом, нас частенько спрашивали, а CRM, а будет ли это связано с CRM? Прям в этом релизе нет. Но вообще все идет к тому, что мы эту переписку прекрасно интегрируем со всеми контактами, автоматически пополняем контакты с CRM. В общем, мы стали на очень интересный путь по развитию продукта. Теперь второй сценарий. Вы получили письмо. Мы бы хотели и с этим вопросом справиться. Приходит письмо, на которое вы бы хотели организовать обсуждение внутри компании. Мы предлагаем очень простой сценарий. Вы говорите переслать и указываете свой индивидуальный e-mail, который вы возьмете в своей персональной страничке. Он у меня уже добавлен был в контакт-лист. Отправить пост и просто пересылаете это письмо на портал. Все. Этого достаточно для того, чтобы в вашей живой ленте появилось сообщение. Пока оно адресовано от вас, вам. Содержит весь текст этого сообщения. Содержит документ, который содержал это письмо. Вам не нужно копипастить, переносить эти материалы. Достаточно подключить несколько участников, обсудить с коллегами. Вы также можете подключить самого отправителя письма, для того, чтобы теперь обсуждать этот вопрос в том формате, так удобно, как вам это необходимо. Все. Вы подключили несколько человек для того, чтобы организовать обсуждение. Где получить эти e-mail? Бонус квалификации, если это секретные адреса. Бонус вашей квалификации как пользователя Bitrix24, если вы их запомните. Для всех остальных можно спасти в контакты и пользоваться. Это, ну понятно, сложно подбираемые конструкции. Мы, конечно, еще научим и наши механизмы синхронизации контактов подключать соответствующие e-mail. Но, кстати, обратите внимание, там еще есть один e-mail для задач. Мы об этом еще немножко поговорим. Таким образом, мы закрыли два основных сценария. Мы решили проблему, как начать дискуссию, когда ваши абоненты не в Bitrix24. И мы решили задачу, что делать, если нет электронного… Вы получаете письмо, и вы бы хотели обсудить с этими пользователями сценарии. Ну, то есть, с момента запуска, мы скажем, когда это будет, вы можете удалять почтовую программу совсем. Да, кстати, может быть, стоит сразу подключить живую ленту к вашему почтовому ящику? Может, сразу удалить почтовую программу? Задача вместо e-mail. Конечно, сценарий аналогичный. Возможно, не буду сейчас детально останавливаться, но указывая ответственного, ну, например, работая с юристом, вы бы хотели следить за сроками, вы бы хотели, чтобы он получал напоминание, но он не ваш участник вашего портала. Указывайте его e-mail, прикрепляйте документы и отправляйте ему задачу. Соответственно, да, вы еще и сроки ему поставили, все материалы, и ваш юрист получит письмо в его традиционной привычке, но в котором будет все указания по задаче и возможность, кстати, ответить на нее точно так же по электронной почте, либо кликнув на ссылку, он окажется на публичной странице задачи, где он сможет прикрепить документы, сменить строки, начать, завершить, выполнить. В общем, сделать все, что необходимо по задаче. Ну, не совсем публичная, да, это доступно только ему по секретной ссылке. Совершенно верно. Да, она, в общем-то, приватная, просто ему не нужно вводить имя и пароль, регистрироваться где-то, просто клик, и он сразу уже участвует в задаче. Реализовали идею с задачами и точно так же реализовали инструментарий для постановки задачи через электронную почту. Вы получили письмо и хотели бы себе или кому-то назначить задачу. Вы пересылаете на свой выделенный вам e-mail, пересылаете это письмо, автоматически создается задача со всеми документами, со всеми материалами этого письма. Все, вам достаточно дальше либо самому себе назначить сроки, либо поручить эту задачу выполняться кому-то из своих коллег. Так работают механизмы интеграции с электронной почты. Чат вместо e-mail. Но вот этот сценарий, я действительно над ним задумался. Мне кажется, я сам перейду на работу только в таком сценарии. Смотрите, мы прямо в мессенджере указываем электронный адрес нужного нам человека. И так же, как мы привыкли в мгновенных коммуникациях, пишем ему сообщение. Написали текст, написали необходимые материалы, прикрепили документ и ожидаем ответа в чате. И ведь все сработает точно так же, как мы рассказали, как с живой лентами и задачами. Человек получит письмо, он может, кстати, перейти по ссылке, а может ответить прямо здесь. Он отвечает, прикладывает документы, это все оказывается у меня в чате. Очень интересный сценарий. Я думаю, каждый из нас после релиза сможет поэкспериментировать и понять, какой из них окажется более интересным для работы. Где получится быстрее коммуникация, с кем привычнее. Почему-то мне кажется, что чат станет именно тем инструментом, который окажется наиболее удобным для ответа. Вам даже придет пуш, нотификация, и вы увидите только текст этого сообщения. Красота. Итак, Bidrix24. Теперь, как мы пошутили, к хорошему привыкаешь быстро. Уверен, что изменится ваше сценарий работы с живой лентой, с задачами и с чатом. Пойдемте дальше. Задачи и проекты. Да, дальше у нас самая сладкая часть, как мы это назвали, нашей презентации. Задачи и проекты. Сейчас мы расскажем о том, что это такое. И объясним, почему самая сладкая. 23 миллиона задач выполнены в Bidrix24. Если считать, что каждая задача – это примерно чашка кофе, то можно представить объем этого резервуара. По-моему, нам нужно аффилиатскую программу запускать с теми, кто продает кофе. И поставлять его непосредственно, открывать интернет-магазин аксессуаров для Bidrix24. Мы синтегрируем доставку с этим, с чатом. Как я уже говорил, очень многие клиенты выбирают Bidrix24 в момент, когда теряется управляемость, когда необходимо больше контроля. И одна из больших задач, решаемых Bidrix24 – это помощь в отслеживании сроков. Как мы ее называем, игра в счетчике. Что-то горит, значит, есть какие-то проблемы. Самое главное в этот момент, я обычно шучу, не забудьте поставить задачу. Даже если она бессрока, вам будут напоминать, что что-то не так. Если задачу вы поставили, значит, вы не забудете. И дальше система будет помогать вам напоминать. Удивительное наблюдение, опять же, мы делаем, изучая наших клиентов. Все пользователи делятся на две больших категории. Обычные пользователи, которые очень просто пользуются задачами. Это нормальные люди. И профессиональные пользователи, которые пользуются очень особенным образом задачами. Это маньяки. Вот такие две чудесные категории, и они работают в одной компании. И ты не можешь сделать инструментарий, который будет либо очень сложным, либо очень простым. Потому что простой не устраивает одну категорию, сложный не устраивает вторую. И нужно было решить эту задачку. Мы выпустили, выпускаем новый интерфейс задач. Простая форма задачи. Задали заголовок, поставили важность, можно даже не ставить. И все, задача либо для вас, либо вы выбираете кому, срок, задача готова. Это 70% задач, которыми пользуются все клиенты Витрикс24. Это называется ничего лишнего. Поставить себе, поставить другому, указав срок. А вот для маньяков, как их назвал Алексей, задачи могут быть... Мы сейчас покажем максимально развернутую форму. Форма, описание, чек-листы, ответственные постановщики, наблюдатели, соисполнители, крайние сроки с целой системой настройки, наборы параметров с работой по срокам, работа с проектами, учет времени, напоминание о задачах, повторить задачи, ГАН, СРМ и еще зависимости. Я же говорю маньяки. Это максимально развернутая форма. Причем, опять же, статистика показывает, что там уже группы небольшие, 10-7%, каждый из которых использует те или иные элементы. И мы решили, что нужно сделать форму таким образом, чтобы в каждом из элементов вы могли прикрепить. Берете, например, в расширенной форме, нажимаете иголочку и прикрепляете проект. Для того, чтобы следующая форма была для вас адаптированной. То есть каждый из профессиональных участников сможет легко, простую форму сделать для себя расширенной, содержащей необходимые данные. Изменяются, конечно, внешний вид задач. Они становятся другими, более компактными. Дизайн меняется, функциональность немного меняется. Я не смогу перечислить весь объем функционала. Мы сделаем потом несколько отдельных постов о том, как меняются задачи. Ну вот про новый интерфейс мы немножко сказали. Мы сделали возможность напоминания устанавливать с точностью до минуты и ставить их не только себе, но ставить и ответственному. То есть вы можете ставить пуши, емейлы, напоминания тем участникам, которые выполняются в задаче. Чек-листы, о которых давно просили, избранные. Ну и скачивание всех документов одним файлом. Об этом тоже нас многократно просили. Есть вкладка файлов у задачи, и можно там все скачать сразу. Но это не все. Диаграммы Ганта. Давайте затронем этот вопрос. Напомним, где можно увидеть обновленные диаграммы Ганта. Выбираете список, переключаетесь, и в вашем распоряжении график, на котором вы можете посмотреть задачи во времени. Ну, такое не очень комфортное для многих слово Ганта, но очень удобно. Мы вообще предполагаем, что теперь диаграммы Ганта станут интерфейсом по умолчанию. Потому что на нем значительно удобнее видеть, кто, когда, и даже, кстати, просроченные задачи. Масштабирование диаграммы позволяет очень легко увидеть большие задачи, длящиеся в длительном времени. Можно будет пересортировать задачи, которые расположены в диаграммах Ганта. И, собственно, подготовить. Отдельный момент, на который мы хотели обратить здесь внимание, правда, еще форма старая, это необходимость учитывать рабочее время. Да, посмотрите, вот мы поставили галочку «учет рабочего времени», и теперь задачу запрещено. Выполнять она не может быть спланирована на выходные дни или нерабочее время. Да, она сама ставится в первую рабочую возможность. Кому-то это понравится, а кто-то будет против и предпочтет работать в выходные, выполняя, соответственно, задачи. Для того, чтобы диаграммы Ганта стали интерфейсом по умолчанию, мы добавили еще более простую форму для постановки быстрых задач. Задали название, указали срок, кто выполняет, задача появилась. И вы прямо в Ганте смещаете, выбираете момент, где, когда, кто необходимо, кому необходимо начинать выполнение задачи. Очень простая форма. Зависимости. Зависит ли одна задача от другой. Вообще, это интересный момент. Здесь у нас был очень важный процесс спланирован, в результате которого должен был получиться торт. Но если заказчик попросил вас перенести на пару дней сроки доставки или решить еще какие-то задачи, торт может не получиться. И в этом релизе мы добавляем зависимости на диаграммах Ганта и вообще зависимости между задачами. Используя тот же интерфейс в визуальном режиме, подключаем задачи одна к другой. Четыре типа зависимости поддерживают новые диаграммы Ганта. И расставляем все таким образом, чтобы все задачи были связаны между собой. И в следующий раз, когда мы перемещаем сроки, сдвигаем, происходило смещение по всем задачам. Обратите внимание, реализована самая популярная функция – сдвинуть дедлайн. Но, кстати, если стоит запрет на смещение дедлайна, это не получится. Реализована самая популярная функция – снять запрет на смещение дедлайна. В результате такой зависимости должны получиться задачи. И может получиться замечательный торт. Который мы попробуем все вместе после окончания этой презентации. Коллеги, процедурный вопрос. Хлопать не торту, а хлопать презентации. Вообще замечательный торт и замечательное обновление по задачам. Мы уверены, что те, кто, как мы называли наших пользователей, маньяки, и те, кто просто пользуются задачами, останутся довольны. В зависимости в задачах не буду перечислять четыре типа – учет, масштаб, диаграммы ГАНТа, переносы сроки и списки. Ну и, конечно, модифицируя задачи, мы обязательно должны были поменять мобильные задачи. Мобильные задачи изменились, изменились совершенно, изменились списки, изменились детальные карточки. И самые простые, самые, наверное, естественные сценарии, которые очень хотелось. Вам поставили задачу, вы получите пуш-уведомление, легко перейдете в задачу. Вы посмотрели задачу, отредактировали, изменили срок, и все участники получат соответствующее удомление. Пуши на необходимых этапах, чек-листы. Ну, в общем, функциональность задачи полноценная, вебовская, теперь будет доступна и на мобильных устройствах. Ну что ж, сладкую часть презентации завершили. Теперь нужно переходить к виртуальной АТС. Помните, что было у нас в прошлых сериях? У нас работал телефонный аппарат. Наверное, в этой презентации мы расскажем, как этот телефонный аппарат все время носить с собой и при этом принимать телефонные звонки. Но немножко сначала статистики. 3300 телефонных номеров, это вот виртуальный АТС, Битрикс24. 16,5 миллионов звонков. В среднем 120 тысяч звонков в сутки. Интересно, они выходные посчитали? Конечно. Вряд ли. Конечно. 17,5 миллионов минут. В 40 городах России предоставляются телефонные номера. Можно выбрать, а, кстати, я забыл сказать, про федеральные 8800 и 8804. Прекрасный проект запущен в Киеве. Совместно с Киевстар, Битрикс24 предоставляют номера в пяти городах страны. И целый список планов по развитию телефонии. Ну и совершенно выдающая цифра, в 46 странах мира мы предоставляем телефонные номера. Виртуальный АТС функциональная, быстрая, очень легко подключать. Вообще мы считаем, что вот эта как бы бесшовная интеграция телефоней с Битрикс24 создает совершенно новое качество. При этом выгодные тарифы, неограниченное число входящих, подключение СИП-аппаратов, много всего того, что связано с телефонией. Ну сначала два слова о том, что добавилось. Оценка качества обслуживания. После окончания разговора вы можете попросить ваших клиентов проголосовать, довольны они обслуживанием или нет. Добавился такой функционал. Одновременный звонок в очереди. Если у вас 4-5 телефонных аппаратов, они могут одновременно во время звонка быть подняты тем операторам, которые окажутся быстрее. Определение источника лида по номеру телефона. Вот такой функционал добавился, но мы бы хотели попробовать вернуться к тому, на чем мы завершили в прошлый раз. И нам традиционно помогает Петр Диденко с телефонными звонками. Петь, приветствую тебя еще раз. Здравствуй. Я попрошу тебя совершить звонок на телефонный номер для того, чтобы продемонстрировать. Вы знаете, я отключил звук. Совершенно верно. Телефонный аппарат. Петь, привет. Работает телефонный аппарат. Все окей. Это то, на чем завершилась наша предыдущая серия. А теперь мы можем рассказать, каким образом все это будет работать в дальнейшем. Без электричества и без телефонных проводов. Сергей мне предлагает это засунуть в карман и все время носить с собой. У меня тут был отключен звук. Но у меня сейчас должен поступить. Петр, прошу тебя еще раз выполнить звонок. Я надеюсь, все у нас получится. Все волнуются. И я особенно. Мы так долго готовили эту виртуальную телефонную станцию для того, чтобы осуществить этот звонок. И, наверное, вот как это обычно случается, именно в этот момент она должна заработать. Нет, в этот момент позвонит мой телефон. Не можем ответить. Давай попробуем все-таки еще разочек. Вообще, у нас есть тут одна проблема, связанная с тем, что станция АТС еще считает, что вот этот телефонный аппарат на линии. На линии. Вот он. Да, но все-таки она все равно еще считает. У нас есть там небольшое окно. И мы пытались его всячески... У нас работает. Мой мобильный телефон теперь принимает этот входящий звонок. И у тебя тоже. А у нас одновременно установлено, что у нас должны работать телефонные аппараты. Петр, привет. Привет, Сергей. Ты можешь? Все отлично. Отлично. У нас получился наш прекрасный пример. Спасибо, Петь, большое. Нет, нет, Сергей на презентации. Спасибо большое. И если я не ошибаюсь, этот телефонный звонок должен быть записан. Ты уж извини. Мы тебя занесли в СРМ. Автоматически. Тот телефонный звонок... Петь, привет. Привет, Сергей. Работает телефонный аппарат. Отлично. Спасибо большое, Петр. Спасибо большое за эту демонстрацию. И я на самом деле очень рад представить вам софтфон. Теперь мобильное приложение Bitrix24 становится телефоном. Вам больше не потребуется телефонный аппарат. У меня как раз вопрос. Куда мне с этим теперь? Можешь его выкинуть. Вообще это замечательный сценарий не таскать с собой телефонные аппараты. И при этом вам достаточно установить мобильное приложение, и все, и вы можете выполнять как входящие, так и исходящие звонки. Пока давайте только про телефонию. Исходящие номера, и работа в том числе с адресной книгой. Входящие номера для новых пользователей. Остановка, перенаправление, громкая связь. Все традиционно, как мы привыкли в телефонных аппаратах. Обычное приложение для iOS и Android становится теперь софтфоном. Достаточно его поставить, и вам не потребуется ни специальный SIP-телефон, ни аппаратный, ни программный. Вы сможете пользоваться обычным приложением. Не привязанным к месту, экономите и масса других вещей. Ну и, конечно, оно бесплатно вместе с приложением Bitrix24. И интегрировано с Bitrix24 CRM. Об этом мы расскажем отдельно. Мобильное CRM. Ну, если мы, конечно, сделали софтфон, нужно было доработать весь сценарий интеграции с мобильной телефонной станцией и с мобильной CRM. Основной сценарий – звонок незнакомого клиента. Вы его получаете на мобильном телефоне. Вообще есть два даже варианта. Либо на планшете, либо на мобильном телефоне. Вообще ученые спорят, но нам, кажется, в основном будут пользоваться обычным телефоном, мобильным. Но модит все и работать и на планшете. То есть ваш планшет может стать софтфоном. На мобильном телефоне вы принимаете звонок, разговариваете. После завершения вам задается всего один вопрос. Это качественный лид или нет? То есть этот звонок стоит вообще сохранить или не стоит? Вы говорите «нет, некачественный» и он уходит в архив. Он остается в истории лидов, но убирается в архив. Если вы говорите «качественный», вы тут же можете создать на нем необходимые документы и занести, разнести его непосредственно в CRM. Если же это клиент, с которым вы уже давно общались, то при приеме звонка вы увидите, что это за клиент, какие были последние к нему контакты. Вы сможете посмотреть сделки, которые сейчас находятся в работе. И после завершения разговора обработать этот звонок. Кстати, обратите внимание, если включена запись CRM, на всех звонках будет идти, идет запись разговора. Для сотрудников это бывает достаточно важно. Таким образом, используя эту функцию, через пару месяцев у вас уже внушительная база клиентов. При этом вы не занимались внедрением CRM. Это очень простой сценарий. 490 рублей покупается входящий номер, поставили мобильное приложение, и вы начинаете просто принимать входящие звонки. Качество, кстати, прекрасное. Что 3G, что 4G, отлично работает в телефоне, а там же вообще не очень многое надо для того, чтобы это работало. И каждый звонок вы просто классифицируете. Полезные, бесполезные, полезные, бесполезные. Прошло несколько месяцев, и у вас уже база. И вы уже начинаете узнавать клиентов, вы начинаете приветствовать их по имени. Это удивительно, как много можно накопить за несколько месяцев работы. У нас один из клиентов – фитнес-центр. Они говорят, что мы просто потому, что стали записывать, собрали прекрасную базу, по которой теперь работаем. Прекрасный сценарий запустить и быстро внедрить CRM. Причем в процесс записи увлечены все сотрудники, то есть любой, кто ответит на звонок. Но CRM больше, чем просто мобильная. Давайте расскажем, что в ней появилось. Любопытные цифры. 75 тысяч компаний в мире пользуются BITREX24 CRM. Когда мы собирали эти данные, мы сами удивились. Это прекрасное, выдающееся, мне кажется, число клиентов, внедривших CRM. Теперь про новинки. Что появилось? Ну, про коньяк и конфеты это хотел сказать, да? Да, мы на самом деле расскажем, какая связь между BITREX24 CRM и Федеральной налоговой службой России. Умные реквизиты. К счастью, у многих наших клиентов появляется несколько вариантов реквизитов своей компании, реквизитов клиентов. Давно просили, хотели, чтобы были соответствующие настройки. Шаблоны, готовые шаблоны для разных стран. Но появляется еще одна очень полезная функция. А автозаполнение реквизитов по ИНН. Мы заключили договор с Федеральной налоговой службой. Регулярно будем обновлять актуальные получать данные. Ну и вам достаточно просто указать ИНН компании для того, чтобы все реквизиты были заполнены. Названия, коды, имя, фамилия директора, адрес. Все другие реквизиты. Чтобы тему, так сказать, ограничить. Я правильно понимаю, что предметом договора с Федеральной налоговой службой является только получение реквизитов? Совершенно верно. Спасибо. И обновление этих реквизитов. Звонок другу. Кстати, можно с ними будет чатиться, да? Такой вопрос. Приходят, да, и тебе задают, что вы думаете по этому поводу? Вообще я бы предложил не шутить на эту тему. Хватит уже. Звонок из электронной почты. Итак, создание на основании. Продолжаем про CRM. Здесь будет небольшой ролик, который… Вообще-то функционал появился несколько месяцев назад, все уже попробовали. Очень простой в понимании. У вас есть лид, в нем есть свойства, незаконченные дела. И из лида вы, например, можете создать любое количество документов. Либо из сделки, вот в данном случае выставляются счета на разные категории товаров. То есть у вас в счете выигранной сделки три товара, но клиент попросил выставить отдельными счетами и оплачивать отдельно. Вы управляете этими реквизитами, выставляете счета, отсылаете. Вот создание на основании очень полезный и подходящий для этого инструментарий. Сделки. Пробежим чуть-чуть. Создание на основании. Оказался отличным инструментарием для упрощения и ускорения работы CRM. Удивительно, но в Bitrix24 в CRM стали вести большие каталоги. Каталоги товаров, каталоги услуг. И для того, чтобы это удавалось сделать значительно проще, добавлены свойства для каталога. Многие нам сказали уже спасибо. История просмотра изменений. У нас была история изменений, в которой мы записывали, какой сотрудник какой реквизит изменил. Например, поменял мобильный телефон с этого на этот. Но в этом релизе у нас появилась фиксация просмотров. Какой сотрудник, какие контакты смотрел? На самом деле, оказывается, для многих компаний это очень востребованная информация. Фиксировать и записывать, кто получал доступ к той или иной базе клиентов. Новый интерфейс. Но здесь я бы хотел отдельно, наверное, продемонстрировать. Интерфейсы CRM развиваются. И давайте попробуем показать, как настраиваются стадии сделки. Вообще, есть изначальные настройки, но очень легко можно заполнить новую стадию. И к нам очень часто обращались. Понимаете, какой прекрасный инструментарий. Вы легко добавляете неуспешные стадии. На самом деле, оказалось, что клиенты отдельным образом анализируют успешную воронку и неуспешную, проигрышную воронку. И здесь вы легко… Я забыл отключить звук после нашей презентации. Вот так будет выглядеть настройка успешных стадий и неуспешных стадий. Их может быть сколько угодно. И вы сможете легко выбирать соответствующие настройки при работе CRM. Ну, продолжим. Аналитические отчеты. Красивые, но самое главное полезные. Теперь они появляются для всех сущностей. Для лидов, сделок, счетов, предложений, контактов и компаний. Я, наверное, покажу их только для лидов. Раньше не было таких аналитических отчетов. Вы можете посмотреть воронку по лидов, источники лидов, потери, число звонков, которые выполнили ваши сотрудники, конверсию по лидам. Поэтому очень легко настраиваются аналитические отчеты для того, чтобы и сотрудник видел, какой он в рейтинге и как вообще у него успехи обстоят. И, собственно, руководитель мог увидеть всю аналитику. Кстати, это прекрасный сценарий внедрения CRM. Когда шутят, говорят, ну как вы, обзванивали базу клиентов? Все говорят, да, обзванивали. А в отчете почему-то висит три звонка. Это очень легко проверить, когда и CRM, и телефония интегрированы. Таким образом, Bitrix24 CRM, умные реквизиты с автозаполнением ПНН, аналитические отчеты, быстрое создание, свойства, история, новый интерфейс и основные сценарии на мобильной CRM. Мне кажется, мы создали для CRM очень полезный и новый сценарий. Вот иногда такое случается, когда несколько составных вещей объединяются и подникает новое качество. CRM, мобильная CRM, виртуальная ТС плюс софтфон. Все это создает очень быстрый, легкий сценарий для внедрения CRM внутри компании. И вот эта вот аллегорическая картинка становится чуть ближе к реальной жизни. То есть на самом деле он выставляет счет, скорее всего. Я так подозреваю. Причем в отпуске. Он обзванивает клиента. Ну что ж, дистоп-приложение. Для нашего Bitrix24 существует дистоп-приложение для Windows, для Mac и появилось приложение для Linux. Наш фанат и телохранитель Андрей Красичков выпустил в open-source версии, выпустил версию для Linux дистоп-приложения, которая теперь поддерживает чат, аудио-видеозвонки, демонстрацию экрана. Она пока не поддерживает диск и нетворк. Ну, все, наверное, может случиться. Что обновилось в этих приложениях? Самый главный акцент для Windows и для Mac – это работа диска. Bitrix24 диск стал работать быстро, стабильно, надежно. Это был самый главный акцент в этом релизе. Ну, в качестве небольшого дополнения перед секретным проектом. Компания-учреждения. То есть изначально у нас компания и сотрудники. Но у нас много разных клиентов. И появились настройки. Появилось учреждение и служащие, сообщество и участники. В своих настройках портала Bitrix24 вы можете сменить, сделать соответствующую смену. Ну что ж, подготовились к секретному проекту? Ну, это проект, который долгое время уже существовал внутри компании, развивался, разрабатывался. И сейчас он секретный, потому что мы о нем широко не объявляли. Да, сейчас мы это сделаем. Сейчас мы расскажем то, что определит развитие Bitrix24, помимо, естественно, развития того функционала, который вы уже видели. Куда мы смотрим, куда мы думаем, где сконцентрируем наше внимание вот на следующий год? Так получилось, что еще с первой версии корпоративного портала мы попали в этап изменений коммуникации внутри компании. Только появлялись соцсети. И стиль компании с 2008-2009 года изменился очень сильно. Реинкарнация проекта случилась в 2012 году, когда мы выпустили, как мы говорим, вывели на орбиту Bitrix24 в его сегодняшнем виде. Но концепции продолжают развиваться. И мы все время ведем внутренние эксперименты. Мы ведем поиск новых сценариев, которые могут изменить проекты. Вы помните, у нас есть проект Bitrix24 Network. Я напомню, что это такое. Мы запустили эту концепцию. Мы уверены, что между компаниями есть связи. И мы всячески стараемся эти связи заставить работать. В первом этапе нам удалось запустить единую авторизацию, профиль, уникальный ID, мессенджер, звонки. Но мы не смогли приблизиться к следующему по этой концепции. Мы не смогли запустить задачи и другие коммуникации. А нам очень хотелось запустить полностью работающие механизмы связи между компанией. Но мы считаем, что это был очень правильный, очень нужный эксперимент, который нас многому научил. Есть вторая концепция. Она называется концепция экстранета. Очень популярная и очень востребованная клиентами. Она понятна. То есть у меня есть внешние подрядчики. Я бы хотел коммуницировать с этими людьми. Я бы хотел, чтобы они мне работали как-то с задачами, чтобы они загружали документы, могли как-то сотрудничать и общаться с нами. Из этих двух концепций появилось некое понимание, что вообще с точки зрения компании все делятся на две большие категории. Это твои сотрудники, которые работают у тебя внутри. И все снаружи, с кем бы ты хотел общаться. И в общем-то больше этой границы нет. И людям вообще не важно, они на электронной почте, или они в битрикс24, или они в экстранете. Они просто размышляют о том, что да, это для меня внешний пользователь. Я бы хотел с ним коммуницировать. Хотел бы ставить ему задачи или работать. И мы хотим показать вам, как мы видим развитие концепции нетворка 2.0. Каким может быть и каким будет проект. Сначала я вам покажу концептуально, а потом расскажу, что будет уже выпущено в этом релизе. Итак, мечта, которую мы хотим осуществить. Я работаю в своей живой ленте. Вот как я вам демонстрировал, указываю e-mail человека. Но по этому точному e-mail битрикс24 вдруг обнаруживает, что у этого человека есть битрикс24. Я пишу в живой ленте, и это сообщение оказывается на портале пользователя, если у него есть битрикс24. Оно появляется в его живой ленте. Он его лайкает, лайк оказывается у меня в реальном режиме времени. Он пишет комментарии, прикладывает файлы, они оказываются у меня непосредственно в моей живой ленте. Я комментирую, а у меня еще несколько читателей, и каждый из них может сидеть в битрикс24. Либо он работает на электронной почте. Ведь мы можем не задумываться, есть у него битрикс24 или нет. Мы просто работаем в живой ленте и создаем себе удобную, комфортную среду для коммуникации. Не задумываться, есть ли у него битрикс24 или будет. То же самое мы могли бы и хотим реализовать с задачами. Как было бы замечательно. Ставить юристу задачу, вы указываете его e-mail. И этого достаточно для того, чтобы задача, а у него есть, например, битрикс24, оказалась в его портале. Или многие из вас работают с клиентами, выполняя для них заказы компаний, и вы находитесь в своем портале. Как мы там двигали в диаграммах Ганта, дедлайн. Вы подвинули дедлайн, и в реальном режиме времени это сдвинулось на моем портале. Я возразил или написал комментарий, приложил документы, и мы обсудили эту задачу. И в принципе вам не важно, где находятся соисполнители или где находятся пользователи. Задачи появляются в порталах, задачи оказываются на публичных ссылках, которые мы защищенных ссылках говорили. Либо в электронной почте отвечает ваш абонент. Кстати, в какой-то момент, наверное, ваш клиент, если у него не было до этого битрикс24, захочет его себе завести. И было бы здорово, если бы мы все задачи, с которыми он работал, перенесли в его новый битрикс24, с которым он будет работать. Ну и то же самое было бы замечательно, если бы и чат работал между всеми порталами. То есть мы поискали Рыжиков Сергей и написали ему сообщение. А он отвечает нам на сообщения, и мы можем коммуницировать, мы можем создать групповой чат, в котором пользователи будут с разных порталов. Мы можем обсуждать какие-то вопросы и использовать одно и то же мобильное приложение, не создавая дополнительных приложений. В живой ленте, в задачах, в мгновенных коммуникациях, не переходя и не меняя порталы, и не переходя в другие экстранеты. Новая концепция нетворка позволила бы нам создать новые коммуникации, простые и удобные для пользователей. Так нам видится эта концепция. Нам кажется, что она необычайно перспективна. Мы пока внутри ее называем универсальной интеграционной шиной. Вообще есть для нее официальное название – нетворк 2.0. Защищенный шифрованный протокол обмена, автоматическая защита от спама, режиме реального времени. И очень важный, наверное, момент для многих наших партнеров и клиентов – мы будем поддерживать коробку. То есть не только облачные версии, но и коробочные версии могут быть подключены к облаку, к нетворку 2.0 для того, чтобы общаться и коммуницировать. Очень интересные перспективы открываются для интерпрайз-клиентов, которые, используя коробки, ставят сотни своих компаний по отдельным версиям Bitrix24 и между ними запускают свой нетворк или свою локальную шину. Сценариев очень много. Сценарии самые разные. Работа с клиентами, работа с партнерами. Новые типы поддержки в перспективе просматриваются. Мы, например, рассчитываем коммуницировать с нашими партнерами, используя новый нетворк в том виде, как это выглядит, как нам бы это хотелось. Это в том числе и замена для скайпа, вайберов, других инструментов. Ведь вы же все время будете свидеть, пользователь в онлайне или нет. Вы сможете коммуницировать между порталами. Как мы планируем все это реализовать? Вообще, проект сложный. Он довольно долго созревал у нас внутри. Но вы уже видите сейчас из той презентации, что мы вам показали, что два первых этапа мы даже уже вам продемонстрировали. Живая лента плюс e-mail. То есть это половина этого этапа, половина проекта. Задачи плюс e-mail. И еще один инструмент, который мы хотим сегодня вам представить, это чат, видеозвонки и передача файлов между порталами Bittrex24. Уже в самое ближайшее время, не переходя в нетворк, прямо в своем мессенджере, вы сможете набрать и поискать пользователя. Искать можно будет по частям имени и фамилии. Но мы не раскроем, конечно, e-mail. Либо очень точно, вы должны безошибочно написать e-mail. Тогда мы проверим и можем показать вам, если есть такой пользователь. И в результате, например, поиска Рыжикова вы увидите порталы, на которых работает этот пользователь. Вы должны будете определиться, в какую, иногда ведь люди работают в разных компаниях, в какую компанию вы хотели бы адресовать. А дальше все будет происходить так же, как это происходит обычно. Вы находите пользователя, пишите ему, а он, например, в этот момент находится в онлайне. Разницы в сценариях коммуникации не будет. Пока мы готовили этот проект, он уже прошел обкатку у наших партнеров. Несколько тысяч компаний были подключены. И самое удивительное, что мы обнаружили, это 4,5 контакта на компанию. То есть каждая из них контактирует примерно с 4, ну почти с 5 компаниями другими. И это та цель, для которой мы запускаем этот проект. Потому что мы знаем, что между компаниями есть связи. И эти связи могут работать. Я очень рад, что мессенджер будет открыт буквально в ближайшее время. Когда же будут остальные варианты? Вот я подозреваю, что следующий релиз будет посвящен запуску задач и живой ленты. Для того, чтобы могла коммуницировать, смог запуститься полностью весь нетворк в полном объеме. Ну и уже буквально в самое ближайшее время, а то есть понедельник, я предложу всем поискать своих коллег, друзей, нас в нетворк 2.0. И написать приветственное сообщение. Не стесняйтесь, за последние несколько недель я провел несколько, наверное, тысяч коммуникаций внутри нового нетворка. И я не испугался. Правда, 8 тысяч это много. Ну ничего, пишите. 8 тысяч сообщений, Сережа, привет. Пишите, я буду отвечать всем. Итак, нетворк 2.0. Так выглядит наш Мадагаскар. Мадагаскар. Битрикс 24 Мадагаскар. Немного подведем итог. Битрикс 24 чат с общими чатами, с открытыми, с закрытыми. Я забыл вам сказать о новой системе нотификации, но вы обязательно ее увидите на своих мобильных телефонах. Битрикс 24 вместо e-mail. Для живой ленты задача чата. Это прекрасные сценарии, боевые, и они изменят наш сценарий использования Битрикс 24. Задачи и с новым интерфейсом, и с новыми функциональностями, и без сомнения с новой диаграммой Ганта из зависимости. Битрикс 24 софтфон, Битрикс 24 CRM, и все это интегрировано вместе с мобильной CRM и в единой связке. И очень важный проект Битрикс 24 Network 2.0. Когда все будет выпущено? Сроки. Первый этап. Вообще обновления большие. Мы вам уже говорили, 8 дата-центров, много клиентов. В эти выходные мы планируем выпустить первый этап, а именно новый чат с новыми интерфейсами, общие открытые чаты, поддержка Битрикс 24 Network. Выйдет новая диаграмма Ганта с зависимостями. Пока сами задачи еще будут в предыдущем дизайне, этот дизайн новый выйдет чуть попозже. Аналитические отчеты в CRM. Этот блок мы планируем выпустить в эти выходные. Суббота, воскресенье, но я уверен, что в понедельник вы сможете уже пользоваться этим новым функционалом. Ну и весь остальной релиз блоками мы будем выпускать, я думаю, что примерно в течение 3-4 недель. То есть мы по плану рассчитываем 15 декабря завершить весь релиз, полностью предоставить обновление. В силу того, что проекты большие, у нас не всегда уже получается включать все одновременно, поэтому мы выпускаем функционал, включая его блоками, иногда странами, иногда дата-центрами. Но в целом мы будем последовательно выпускать весь функционал для того, чтобы завершить этот релиз в этом году. Цены не меняются, и это тоже замечательно. Появляется только новый тарифный план «Проект Плюс» на 24 человека, 24 гигабайта, который включает в себя расширенную CRM, расширенную телефонию и расширенные задачи. Зависимость в задачах будет доступна в «Проекте Плюс». Ну и, собственно, остальные функциональности вы можете посмотреть в общем описании на сайте. Я благодарю команду, которая много лет прекрасно выпускает релизы, и в этом году они нас порадовали замечательным, прекрасным релизом. Мы готовы ответить на ваши вопросы и из зала, и ответить на вопросы в онлайне. Я так понимаю, Алексей, ты последнее время читал именно вопросы. Я под градом вопросов. Вопросов действительно много. Давайте я задам первый, потом возьмем из зала. Немножко в разновой. Останется ли в дальнейшем бесплатная версия BITX24 до 12 пользователей? Есть слухи, что скоро ее не будет? Это слухи. 12 пользователей сохранятся. Это святое. Коллеги, задайте нам, пожалуйста, вопросы из зала, а пока поступают вопросы здесь, в Facebook и ВКонтакте. Дмитрий Матрица. Вопрос по внешнему виду портала. Очень часто клиенты просят убрать те или иные функции внутри CRM, внутри ленты. Да, это возможно. Скрыть совсем и, в принципе, настроить весь внешний вид. Я знаю, что в коробке это возможно. Когда это будет реализовано в облаке. Была такая задача на этот релиз. Я думаю, что к следующему релизу мы введем настройку, потому что у нас есть такие запросы от клиентов. Упростить иногда объем, уменьшить объем функционала. Вообще, часть функционала уже можно отключать в настройках. Но мы хотим расширить объем того, что можно отключать или управлять. Вот удивительный все-таки сценарий использования. Очень многие клиенты просят добавить те или иные функции. О чем, собственно, все вопросы буквально. Прошу. Алексей, компания «Кодекс». Я задам несколько вопросов. Первый от коллеги. Просил спросить по поводу группировки задач в диаграмме Ганта. По типу задач, верстка, разработка, например. То есть, им вот этот функционал очень необходим. Планируете ли вы развивать в этой области? Если не ошибаюсь, прямо в диаграмме Ганта можно будет делать зависимую подзадачу. То есть, смещать ее по срокам, группировать. То есть, вы набрасываете задачи, а потом группируете их под задачи. Для того, чтобы увидеть зависимость между ними. Чтобы получалась двойная группировка. То есть, сначала идет проект, и потом идет под такие группы. И второй момент – это то, что доски отжили. То есть, вы планируете их внедрять? Скорее всего, через приложение. Мы сами пока не планируем этот функционал. Я думаю, что это приложение для Bittrex 24 можно будет закрыть. Marketplace, да. Теперь вопрос от меня. Вот по поводу задачи тайм-менеджмента. Учет времени не только для исполнителя, соисполнителя, а также и для других действующих лиц, собственно, постановщика и наблюдателя. Так как они тратят свое время, им тоже как-то это время нужно учитывать. Если я не ошибаюсь, добавили возможность указывать, репортить о затраченном времени и с правильным отчетом по времени. Уже есть? По-моему, да. Больше интересует это, когда в коробке появится то, что я создал тикет. Вообще, обновления для коробки выйдут также в этом году. Я думаю, что вряд ли мы их выпустим до полной раскатки облака. Но я думаю, что где-то в районе 20 декабря все обновления поступят в коробочную версию. Ну, вообще, скорее всего, будет выпускаться последовательно для всех клиентов. Так же, как выходит в релиз в облако. Давайте вернемся в онлайн уже. Да, можно еще один буквально. А вот этот функционал с отправкой e-mail будет в коробке реализован? Да, без сомнения. Функционал с… Вообще, все сценарии работы и с нетворком, и с электронной почтой обязательно будут в коробке. Спасибо. Мы пока отстаем от графика. В смысле вопросов прибывает больше, чем мы успеваем отвечать. Давайте онлайн. Будет ли возможность разработки мессенджера для коробочных версий, а то сейчас код закрытый. Растапи, насколько я понимаю? Мы всерьез обсуждаем вопрос создания единой платформы приложений и для облака, и для коробки. Надеемся, что у нас получится. Для мессенджера мы действительно откроем Растапи, дадим возможность интегрировать с ним, создавать свою бизнес-логику. И я думаю, что в перспективе появятся автоматические автоответчики, боты и разные сценарии, которые позволяют интегрироваться с другими сервисами, используя мессенджер. Когда в мобильной версии BX24 появится возможность прикреплять фото и другие артефакты? В мобильной версии? Фото, по-моему, прикрепляется? Да, всегда. Я слышал такой вопрос однажды. Оказалось, что у клиента не была обновлена коробочная версия. Клиента к осуждению задачи можно подключить? Тальше, как в живой ленте. Вот на представленных сценариях вы указываете, например, либо соисполнителя, либо наблюдателем ставите клиента, указываете его e-mail, и он начинает получать полную нотификацию о том, что происходит в задачах, но его полномочия ровно настолько, сколько у вас полномочий на наблюдателя выделено для этой задачи. Что с развитием поиска? То есть нормальный поиск по всей базе? Это очень хороший вопрос. Мы начали производство поиска, но из-за нетворка приостановили этот проект, мы рассчитываем его выпустить весной. Мы знаем об этой задаче, очень хотим ее реализовать. Она очень актуальна, и мы обязательно ее завершим. Актуальность ее повышается, потому что спрашивают в контексте перехода, переноса фактически электронной почты как бы внутрь, что электронная почта, чем еще хороша, по ней искать удобно. В том смысле можно под правителю, по диапазону дат, там все прочее. У нас даже есть постановка по поиску, мы постараемся сделать, чтобы было удобнее. То есть когда мы будем выпускать поиск, те задачи и обсуждения, которые связаны с электронной почтой, как все другие, будут тоже под поиском. Давай вопрос из зала возьмем еще, прошу. Добрый день, Олег Степанов, компания «Инсайт». Буквально несколько коротких вопросов, типа «Блиц». Три вопроса в руки, не больше. Хорошо, постараюсь. Значит, первое, хотелось услышать про какие-то отчеты по телефонии. Там у вас два плюса висит, что скоро-скоро надеялись здесь услышать. Вы знаете, я забыл узнать. Релиз такой большой, что я не все детали помню. Да, работали над отчетами по телефонии. Прямо вот не пообещаю, что они выйдут прям до 20-го. Но вот эта задача стояла, может быть, она зимой будет решена. А хотя бы наметок что именно изменится? Если я не ошибаюсь, в Marketplace есть прекрасные приложения по отчетам. Да, есть, но платные там. Давайте я дополню. Можно задать вопросы у нас на странице ВКонтакте и Фейсбук. Там помимо того, что мне присылают вопросы, отбирают для озвучивания сейчас здесь, там прямо на них отвечают мои коллеги. Понятно. Тогда следующий вопросик. Значит, предполагается ли группировка в отчетах по столбцам, ну, группировка, точнее по строкам. То есть сейчас есть возможность, например, сортировать только по одному варианту. Вот такие тщательные вопросы. Это вопрос связан в том числе со следующим. То есть, например, по столбцу Y у нас… Я предлагаю ответить на ваш вопрос, когда мы начнем, когда мы приступим к торту. Хорошо. Хорошо. Третий вопрос. Третий вопрос. Надо не так говорить. Заключительный вопрос. Заключительный. В IT-компании, подобно нашей или наших партнеров, есть, соответственно, у вас лиды, есть сделки. Вот мы бы хотели некий совет. В какой момент переходить от лида к сделке? То есть есть статусы в лидах, и причем мы можем их сколько угодно генерировать. Есть статусы в сделках. Как это наиболее правильно по вашему мнению? Очень индивидуально. И даже в IT-компании, в зависимости от того, с чем они работают, в основном работают с лидами. С лидами. С сделками чаще всего работают, когда длинная сделка, она долго, как бы… В какой момент лид превращает в сделку? Много времени проходит. Вот такой вопрос. Я думаю, что это не вопрос пресс-конференции. Я предлагаю опять за тортиком обсудить вопрос. Хорошо, спасибо. Как насчет… Давайте один из онлайна, потом, да. Как насчет сыгрализации контактов Gmail и Bitrix24? О, эта задача уже в работе. Скоро будет. Пожалуйста. Спасибо за презентацию. Вопрос от евангелиста бизнес-процессов из нашей студии. Есть действия в бизнес-процессе? Пауза по времени. Раньше она была от секунды до неограничений. Сейчас поставили ограничение один час. Можно сделать, чтобы можно было снимать ограничения? Да, да, да. Спасибо, что вы спросили. И второй вопрос тоже есть. Сейчас, секундочку, да, я отвечу. Действительно, бизнес-процессы – это же программа. И самая удивительная проблема, с которой мы столкнулись, забывают выйти из цикла. Его запускают, он начинает работать и никогда не завершается. Либо запускается очень часто. Ребят, сгоряча, конечно, поставили час. До пяти минут в самое ближайшее обновление будет изменение. Но пять минут будет пока минимальным. Пока мы не поймем, как по-другому ограничивать нагрузку, которую создают бизнес-процессы, либо ошибки, которые с этим связаны. Но я думаю, что мы и даже в этот вариант подкорректируем в дальнейшем. И туда же вопрос. Там вот есть такие поля, не обязательно. А можно сделать так, чтобы в зависимости от статуса лида это поле становилось, например, обязательным. Тоже такую функцию добавить. В нетворке напишите Юрию Волошину. Спасибо. Прямо так ищите Волошин Юрий. И можете с ним пообсуждать. Вопрос про внешний вид поможтика. Все уже, все. Поможтика изменизе. Двенец закончился. Хорошо. Давай с онлайна. Как решить проблему нескольких чатов? Аска, скайп, джива сайт и так далее. Нет функционала, как в mail-агенте, подключить все учетки в один чат. И там были еще все в один чат. То есть, условно говоря, из BX24 работать со всеми чатами и собирать из всех чатов. Ну, вообще, мысль интересна. Если хоть какой-то API у внешних систем будет, мы интегрируем. Еще несколько вопросов. Были прям запросы. Можно ли сделать шаблоны писем, которые отсылаются в ответ на сообщения в живой ленте? То есть, внешний вид писем, который получает адресат. Настраивать. Я, признаться, не помню, есть ли сейчас эта настройка в шаблонах. Но, в принципе, это можно будет в перспективе добавить. У нас, кстати, я, может быть, сам отвечу на незаданный вопрос. У нас иногда, когда мы экспериментировали с нетворком, звучал вопрос. Можно ли ограничить, кто или кого можно искать? В нетворке, в 2.0, будет настройка для компании. И можно будет указать, кто может пользоваться внешним поиском или как можно будет находить ваших сотрудников. Я думаю, что это для многих может оказаться полезным. Но вообще, нам кажется, что мир достаточно изменился для того, чтобы мы приходили к формату коммуникаций. Или как с телефонными звонками, или как с сообщениями. Достаточно знать e-mail или номер и не спрашивать разрешения написать. И если вам не нравится абонент, вы его либо отмечаете как спам, либо просто блокируете. Но чаще всего легкость коммуникаций создает совершенно новую скорость и связи. Прошу, вопросы были еще. Алексей. Здравствуйте, я Алексей. Скажите, пожалуйста, по поводу выставления реквизитов в разных странах, в разных валютах. То есть какая проблематика у нас, например, кейс такой, не у меня, только клиенты встречаются, когда разные филиалы, и нужно выставить КП клиенту в Тенге, в рублях, в гривнах, в зайчиках, в чем-то еще. Я помню, что этот вопрос обсуждали, но не помню, как он был решен. Я тоже предложил вам пообщаться с Юрой Волошиным. Либо написать сейчас на страницах наших в социальных сетях. Да, напишите, мой коллег спросим. Ну, там и задачи уже, тема-то давнишняя, в принципе. Да, да, да. Да, благодарю. Можно ли пересылать материалы из почты в задачу? Не создавать новые, а добавлять новые материалы в существующую задачу? Вообще, теоретически, такая возможность существует. У нас могут быть емейлы, уникальные емейлы для отдельных задач. Но, коллеги, кажется, что вы не захотите переносить таким образом письма. Но мы подумаем. Давайте мы запустим сейчас этот этап для того, чтобы посмотреть, какие дополнительные сценарии появятся. Потому что, без сомнения, начнем коммуницировать, начнут выстраиваться цепочки, и мы получим от вас много обратной связи для того, как заработать, где доработать нетворк. Еще один. Позволю. Работа в ленте с внешними пользователями, это на платном аккаунте доступно? Это будет доступно на бесплатных аккаунтах. Прошу вопрос. Здравствуйте, Дмитрий, IDF. Первый вопрос. Будет ли рестапи для экстранета? Будут ли доступны приложения для внешнего пользователя? В этом есть потребность? Да. Чтобы разработчики могли сами дописывать какой-то функционал. Подумаем. Пока не совсем понятно. Вообще, конечно, в моем будущем, в моей картине будущего, да, экстранет – это другой Bitrix24. Было бы замечательно вообще не заводить экстранет. То есть, если кому-то, вот у вас есть подрядчик, да, ему необходимо пять человек обсоединить, или он сам работает, либо он на электронной почте, либо он в Bitrix24. Тогда он сможет ставить отдельные приложения, и тогда он сможет работать, используя шину, обменивать с данными. Ну, как-то так. Просто не всем удобно сразу заводить Bitrix. Понятно, что к этому стремимся. Мы будем внимательно следить за концепциями, пока мы не закрываем ни предыдущий нетворк, ни закрываем экстранет. Мы будем смотреть на эту, на другую концепцию, и будем смотреть, как будут перемещаться транзакции в новую концепцию. Я единственное, что хочу отметить, что уже даже при запуске пилота, всего на 2000 компаний, количество связей и коммуникаций по графику, если их сравнивать не по числам, а по динамике, сильно выше. То есть мы похожи на правильном пути для того, чтобы запустить новый формат коммуникаций. И второй вопрос. Будет ли дашборд в CRM? Да, мы хотим из вот тех отчетов, которые сформированы, создать дашборд, который можно будет настраивать. По лидам, по активным? Нет, я продолжаю. Ну, он, конечно, будет настраиваться. Нет, не отчет. Я имею в виду, вот есть у нас горящие лиды, можно их будет по статусам разбить, и вот так на одном экране перетаскивать из одного статуса, другой и так далее. Сейчас пока не отвечу на вопрос. Опять предложу с Юрой пообщаться. Такое есть у вам из CRM, в принципе. Прекрасно. Хотим в Битриксы. Спасибо. Давайте я задам еще вопрос из онлайна. Несколько вопросов традиционных, вернее, тема одна, несколько вопрошающих, спрашивающих приложение для Windows Phone. Может, пора? О, боже. Сколько же этот вопрос будут задавать Windows Phone? Его все меньше и меньше. Доля все меньше и меньше. Ну, как же под него делать приложение? Практически не остается клиентов. Ну, может быть, если вот приложения Windows 10 станут постабильнее, и как-то поддерживать этот проект станет удобней. Ну, возможно. Но пока нет тенденции к тому, что будут этим пользоваться. Важный вопрос для уточнения. По вопросу взаимодействия с Федеральной налоговой службой. Это важный. Я уже задумался, хорошо ли мы пошутили вообще. Это важный вопрос. Давайте расставим все точки над «и». Как только клиент добавлен в CRM, его паспортные данные отправляют сразу в ФНС без использования каких-либо сторонних средств. Да? Нет. Это важный вопрос был. Хорошо. Давайте из зала. Можно? Елена Козырева, компания «Пинол», исполнительный директор. Сергей, такой вопрос. По интеграции с 1С. То есть сейчас стандартная интеграция с 1С в облаке доступна только по счетам и по товарам. Вот у меня часто вопрос от клиентов. Будет ли интеграция по контактам и контрагентам? По каталогу товаров еще хотят. Да, да, хотят. Да, мы активно работаем над этой темой. Не успели в этом релизе, но нам бы хотелось сделать интеграции с 1С в самых разных ее редакциях намного плотнее. То есть мы ищем варианты, ищем способы, чтобы это получилось. Прошу. Добрый день, Максим, компания «Долго дизайн». Вопрос такой. Многие клиенты просят подключать менеджеров к CRM на их имейлы. То есть не один имейл для всех входящих и исходящих писем, а вот по отдельности. А, для каждого? Для каждого менеджера. Да, эта задача обсуждалась. Мне кажется, она стоит в плане, возможно, даже в каком-то производстве уже находится. Да, такая задача обсуждалась. И второй короткий вопрос. Пару слов про развитие Рестапи и, в частности, сегмент бизнес-процессов. Будем развивать? У нас появился очень интересный новый коллега и сотрудник, который будет заниматься маркетплейсом. Мы вам его в скором времени представим. Я думаю, что дело сдвинется в нужном, в правильном направлении. Коллеги, есть несколько вопросов, связанные с развитием возможностей Bitrix24 в Белоруссии. Но мы сейчас, наверное, не сможем на все их ответить в рамках презентации. Просто хочу сказать, что мы внимательно эти вопросы там читаем. Пожалуйста, может быть, мои коллеги дадут ответы в рамках обсуждения в социальных сетях, либо в дальнейшем мы дадим ответы иным образом. Ну, давайте еще три вопроса. Или еще много еще? Ну, какое-то количество есть, но не три. Ладно. Будет ли работать виртуальная АТС без доступа к интернету? Конечно, она будет записывать все пропущенные вами звонки. Переадресация на сотрудников в софтфоне. Пришел звонок, переадресаться на другого сотрудника. Мне кажется, в первом релизе переадресации не будет, но вообще даже кнопки запланированы, и релиз обязательно… То есть софтфон позволит перенаправлять и на софтфон, и на аппарат, и на АТС вообще. Одновременная работа с документами. Она сегодня есть. Хорошо. Сегодня поддерживаем одновременную работу и с Google Docs, и с Microsoft Online Office. Вообще в производстве есть интеграция с Office 365. Она пока еще не готова, не выпущена, но над такой задачей мы работаем. Межпортальные коммуникации во всех тарифах? Да, межпортальные коммуникации будут во всех тарифах. В зале, может быть? Прошу. Третий вопрос из трех. По поводу техподдержки. Сейчас не реализована еще функция, чтобы один тикет могли просматривать несколько сотрудников компании. Как партнерам нам это необходимо. Это вы про управление сайтом уже? Нет, это в том числе и про Bitrix24. Вы про коробку. А, вы про коробку. Да, я понимаю. Но пока не могу ответить на эту задачу, мы не брались за нее. Почему просматривать же могут? Вы имеете в виду, что одновременно работать с ней? Да, одновременно работать с одним тикетом, несколько сотрудников. Ну, задача с техподдержкой. Очень хочу найти новый подход вообще к техподдержке. У нас есть несколько интересных сценариев. Может быть, мы что-нибудь весной вам интересное продемонстрируем. Нам кажется, что коммуникации между компаниями и клиентами должны меняться. Есть у нас, вот мы иногда показываем секретно, а есть проекты, которые находятся в обсуждении, еще стоят. Возможно, мы вам представим совсем другой концепт. Спасибо. И он окажется интереснее. Хорошо. Заполнение реквизитов по ИНН в коробке. Да, безусловно будет. Пожалуйста. Хорошо. Компания Рунингс, Краснодар. Подскажите, пожалуйста, вопрос из Саратова. Битрикс24 до сих пор, как бы город-миллионник Саратов, до сих пор не имеет номер. Ну, то есть невозможно приобрести город Саратов. Алексей? Где здесь Алексей? Вот с этим человеком мы не только с кофем, но очень внимательно поговорим. То есть много клиентов обращается и не берут Битрикс24 только из-за этого, за то, что не могут приобрести. Ну, что уж вы. Мы обсудим этот вопрос, постараемся решить. То есть для коммуникации будет только по России или в других странах и локациях тоже можно поискать в Network 2.0? Да, можно будет коммуницировать между странами, между территориями, между порталами. То есть нет ограничений. В наших чернинах между дата-центрами. Между дата-центрами, да. Даже с Мадагаскаром, Свет. Мы напишем клиентов в Мадагаскаре, да? Пожалуйста, вопросы. Прошу. Ну, давай будем буквально несколько вопросов. Сергей, меня зовут Дмитрий, Матрица. Давно уже говорим про поиск битрикс24. Вроде хотели… Мы уже говорили, что очень хотим заняться. Даже занялись этой задачей, не успели выпустить в этом релизе. Либо зимой, либо весной, да, обязательно выпустим. Ждем нестерпения. Да, поиск будет развиваться. Наверное, стоит его еще раз проговорить. Как закрыть часть пользователей для коммуникации Network 2.0? Да, чтобы, ну, например, руководящий состав, чтобы не писали, не видели, не знали, ну, заблокировать. О чем говорят их сотрудники? Нет, чтобы к ним нельзя было обратиться. Чтобы внешние люди… Коллеги, вообще, я должен подчеркнуть, есть профиль ваш внутри компании, вы его заполняете, там ваши имена, фамилии, это вот то, как вас ведут сотрудники. И есть отдельный профиль, это профиль битрикс24 Network. Вы там можете указать любое имя, имя, фамилию, вы можете, в общем, назвать себя так, чтобы вас не находили. Но вообще будет настройка в профиле, в которой вы сможете указать, кто может ходить, собственно, пользоваться внешними инструментами, как вас могут находить. И мы вообще думаем, что можно будет создать даже такое виртуальное пространство компаний. То есть связи компаний, с которыми вы всем разрешаете коммуницировать. Ну, то есть такой виртуальный клуб, в котором будут общаться только ваши коллеги. Что происходит, когда человек перестает оплачивать платный тариф битрикс24, куда деваются контакты и документы? У него перемещают на бесплатный план. И если я не ошибаюсь, у него просто больше людей не сможет зайти, а получить доступ к своим данным он всегда сможет. То есть данные его никогда не теряются. В налоговую ничего не уходит, да? В налоговую точно ничего не уходит. Хорошо. Давай завершающий вопрос. Давайте из зала, пожалуйста, задайте один вопрос. Я пока найду из этого списка один завершающий. Вопрос. Можно ли переходить из компании к компании со своим профилем? Ну, вообще, это даже можно и сегодня было. То есть у вас единый профиль между всеми битрикс24. И если вас из одной компании уволили, а в другую приняли, то профиль ваш переедет. Для вас ничего не изменится. Для вашего профиля ничего не изменится. Но с точки зрения, ну, понимаете, задачи не переедут в другую компанию, да? Они все-таки в той компании и в том профиле. Еды тоже не переедут. Ну, давай, Алексей, завершающий вопрос. Как идут продажи вашего продукта в Латинской Центральной Америке? Собираясь ли развивать испаноязычный сегмент, продвигать продукт там? Эту карту бы еще раз продемонстрировать. Я бы, наверное, завершил. Хороший вопрос для завершающего. Я старался. На самом деле, с открытием испанского языка, испанского домена, мы его, правда, открыли в домене ЕС, оказался огромный спрос, но не из классической Испании, которую мы знаем, а именно из Южной Америки, из Центральной Америки. Мексика, по-моему, находится в лидерах по испаноговорящим странам, которые приобретают и покупают Битрикс24. А с открытием Бразилии мы, в общем, совсем активно стали работать. Мы даже начали присматривать домен LA, есть там такой. Латинская Америка. Да, Латинская Америка. И задумались над доменами для каждой из стран, в которой мы работаем. Одним словом, Латинская Америка, в общем, как и во всем мире, отлично развивается. Ну что ж, коллеги, спасибо большое. Приветствуем всех, кто в онлайне смотрел нас. Большой привет нашим коллегам. Спасибо всем, кто участвовал, задавал вопросы. Ждем обновления. Тортик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова